Далее новости спорта. Вас приветствую Дмитрий Вороновин, физкульт-привет. Выжаска в спорткомплексе «Олимпиец» сегодня стартовал всероссийский турнир по слэдж-хоккею в памяти Виктора Кузнецова. За главный приз, помимо хозяев из клуба «Удмуртия», сражаются команды Югры, Оренбурга и Москвы. Итоги первых матчей сейчас подведут наши корреспонденты. У Бортика наш старый знакомый под номером 8. Алексей Лысов отыграл в слэдж-хоккейном клубе «Удмуртия» несколько сезонов. А сегодня он приехал в Ижевск в составе своей новой команды «Югра» из Ханты-Мансийска. И воспоминания нахлынули. Здесь прекрасно. Я здесь начинал, отыграл 4 года. С удовольствием возвращаемся и я, и вся команда в этот город. Хороший турнир. Вот по большим команд еще. Здорово. В стартовом матче мемориала Кузнецова «Югра» вместе с Алексеем Лысовым обыграла московских белых медведей 3-1. А затем в спорткомплексе «Олимпии» состоялось торжественное открытие турнира. Главный лейтмотив шоу – 10-летний юбилей слэдж-хоккейного клуба «Удмуртия» и представление новой детской команды. В ней собраны подростки с ограниченными возможностями здоровья со всей республики. И это новый импульс развития слэдж-хоккея в нашем регионе. «Слэдж-хоккея в Удмуртии быть, развиваться. Первая детская команда, которая у нас в этом году появилась, это опять же небольшой шажок к тому, чтобы этот вид спорта получил развитие в дальнейшем. Потому что без детей, соответственно, у нас никакого развития быть не может». Вслед за торжественным открытием соревнований на лёд вышли хозяева – слэдж-хоккеисты клуба «Удмуртия». Их соперник по первому туру – команда «Оренбургские ястребы». И для тех, и для других этот турнир – отличная возможность вкатиться в сезон и подготовиться к его главному старту. «Отказать задачи сегодня – хорошую игру, профессиональную игру, сплоченную в состав трёх наших пятёрок. Задачи тренером, в общем-то, навязаны подготовиться прежде всего к чемпионату России, который уже стартует через три недели в городе Олексин, Тульская область. Поэтому наш турнир уникален для этих четырёх клубов тем, что они смогут проверить себя перед чемпионами страны, которые являются основой для формирования сборной команды России, для того, чтобы готовиться уже к Пекину 2022». Первые матчи мемориала Виктора Кузнецова сыграны. В выходные команда «Удмуртия» сыграет со своими принципиальными соперниками – «Белыми медведями» и «Югрой». Финал в понедельник. Играли и футболисты «Ижевского Зенита». На своём поле они принимали команду «Акрон» из Тольятти. Этот матч в рамках восьмого тура первенства ПФЛ. Поединок завершился победой гостей со счётом 2-0. Следующий матч игроки «Зенита» вновь проведут дома. На этот раз их соперником будет дубль Екатеринбургского Урала. А вот футболистки «Ижевского Торпедо» провели матч на выезде. В Красноярске в рамках чемпионата страны среди команд высшего дивизиона они встречались с местным Енисеем. Здесь тоже поражение. Подопечные Максима Шевченко уступили хозяйкам поля 1-6. Единственный гол в составе красноярской команды забила Мария Дигурова. В воскресенье «Торпедо» и «Енисей» встретятся вновь. В октябре в Италии стартует чемпионат Европы под хэквондо среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Одним из лидеров сборной России будет наш земляк Ренат Якупов, который уже имеет в своей копилке бронзовую медаль планетарного форума. И останавливаться на достигнутом не собирается. Он мечтает об олимпийской награде. О спорте и жизни откровенно расскажет Ренат Якупов. Ренату было всего 8 лет, когда он остался без рук. Юный, активный и позитивный мальчишка, очень любивший футбол и мечтавший играть в одну из российских команд, вынужден был забыть на время о спорте. Залезли с другом в трансформаторный щит. И там переключали рычаги всякие, играли, как будто в тракторе сидели. И вот ударило током меня, когда я переключал какой-то рычаг, что там было вообще нереально. Спасти они были, как жареное мясо было. Там все сухо было, как сухарик. Ампутация рук 10 дней в реанимации, потом реабилитация. Благо рядом, были родные, упасть духом не дали. Еще тогда в больнице Ренат для себя решил, что не сдастся, несмотря ни на что. Он стал снова заниматься спортом. Это Якупов сегодня советует и другим ребятам, попавшим в такую же трудную, как он, жизненную ситуацию. Его девиз – упал, встал, иди дальше. Чтобы не сдавались, не пили, не курили, потому что это не очень хороший выбор, выпить там или еще что-то сделать. Не жалеть себя, работать упорно, трудиться, чтобы было все хорошо. Сегодня Ренат призер чемпионата мира и России по тэквондо. Студент второго курса Павловской академии физической культуры и спорта. До сих пор любит футбол. А еще никогда не пропускает бои своего кумира, чемпиона мира по смешанным боевым искусствам Федора Емельяненко. И тоже мечтает стать чемпионом только Паралимпийских игр. Пока же Ренат готовится к Европейскому форуму в Италии. Сейчас силовая работа у нас основная. Выносливость развить. Потому что у меня по выносливости чуть-чуть слабовато. Выносливость вырабатывает. И бороться за медаль, я думаю, с каким-то характером. Пока первая не будет наша, я не успокоюсь. Пока первую медаль в Адмуртию не привезу по тэквондо, не успокоюсь. У Рената Якупова сильный дух. Все, о чем он мечтает, сбудется. Со временем, уверен спортсмен, у него будут и свои чемпионы, которым он передаст накопленный богатый опыт. И традиционный анонс выходных дней. В субботу в 12.00 состоится открытие этапа чемпионата мира по памп-треку. Двумя часами ранее на стадионе «Динамо» будет дан старт традиционным легкоатлетическим соревнованиям «Динамовская миля». Ровно в полдень в зимнем манеже разыграют награды участники городского первенства под дзюдо. А в воскресенье в 12.30 в зале ИЖГТУ пройдет финал всероссийского предсезонного турнира по волейболу среди мужских команд, участниц чемпионата страны. Еще один турнир хоккейный среди детских дворовых команд в «День оружейника России» и в год столетия со дня рождения Михаила Калашникова стартует 19 сентября. Эти соревнования пройдут в двух городах – Ижевске и Глазове. В рамках первенства будет проведен и матч «Мечты», в котором примут участие известные артисты, музыканты, телеведущие, хоккеисты, ветераны клуба «Ишталь». Болейте, но только на спортивных аренах. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.